Всем привет! Вы на канале Жизнь с Цветами и Бес. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей. Постоянные зрители, привет! Помашите мне ручкой. Я вам машу, просто вы меня не видите. Я вас пока приучаю к голосу. Иногда показываю свои ноги. Что я еще показывала? А, руки, маникюр. Ну как же без этого? И приветствую случайно зашедших ко мне на канал девочек. Ребят, вот сегодня у меня вообще-то другая была тема. У нас сегодня суббота, и там на улице ярмарка. Надо сделать обзор цветов, которые приехали на ярмарку. А то я и так 2-2 ярмарки пропустила. То в поездке была, то в загуле была. Ну, свободная женщина на пенсии. Свободна! Да! Думаю, сейчас надо ответить девочкам на вопросы. Это давно... Девочки задают вопросы, а я все откладываю, откладываю. Думаю, в следующую, да в следующем видео. А сама никак. Вот это вот у меня, кстати, богинвилья. Я ее в августе обрезала просто вот под корень, что называется. И вот она у меня уже почти вся на бутонах. Или я уже показывала это. Ладно. Был вопрос по моим фараонам. Вот для начала я покажу, где они у меня стоят. А потом вытащу их оттуда. Это будет сделать нелегко. Вот у меня в углу мое болото. Я называю, потому что растут болотные растения. Вы думаете, это одно у меня болото? Вот у меня еще болото. Тут два растения стоит. Вот у меня еще болото. Ой, солнце. Светит прямо в глаз. Куда едешь? На Кавказ. Возвращаешься в Европу. Солнце светит прямо в спину. И вот еще одно. Один цепирус. Вот, кстати, там кто-то говорил, что у Светы такие... Света, это я. Такие большие цепирусы, а у меня там маленькие задохлики. Ребят, вот у цепирусов есть такой прикол. Вот когда вы его только-только посадили, у него первые росточки будут маленькие. Каждый второй выше, каждый третий выше, каждый четвертый выше. Чем старше растение, тем выше у вас будут вот эти зонтики. Это к цепирусу так относится. Вот смотрите, какая у меня стрелюка вылезла. Прямо жирная. Что-то тут загнулось. Прямо жирная. Я не знаю. Я не знаю, какого она... Ой, блин, извините. Тут кресло поставила, отодвинула. Даже не знаю, какого она размера. Уже он почти под полку. Мой варик гадный. И еще вот, кто не знал, девочки, я сразу походу. Вот когда у вас зонтики отмирают, а они периодически отмирают, и также листочки сохнут, я вот так вот беру, вот так вот прямо кучку. Вот так раз и состригнула. И все. Ой, какие у тебя красивые. Да, конечно, красивые, потому что сухую я обрезаю. Но, когда полностью зонтик высохнет, обрезать под корень нельзя. Вот, смотрите, у меня стручок. Надо обрезать только зонтик. И по мере высыхания, вот так вот подрезать, подрезать, подрезать. Потому что где-то у кого-то я вот то ли услышала, то ли увидела, то ли вычитала. Господи, в голове же столько информации, что вот эта вот палочка... О, гляньте, а вот еще одна вылезла. Я думала, это обрезано, а это прямо стручок. Короче, вот эта палочка обрезана, она питает корни, и из него полезет новая детка. Вот. А теперь сейчас я покажу, вот прям вытащу мои фараоны. У меня их два. Было три. Один фараон у меня года два жил. Потом ушел к своим предкам, к фараонам. Я не знаю, что было не так. Может, от старости, может, я его залюбила. И вот у меня теперь два. Выписала я их тоже у разных продавцов. Пришли они мне по почте. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот смотри, вот смотрите, они у меня тут стоят. Тут даже у меня плесень. Я иногда эту плесень собираю, выбрасываю и подсыпаю новую землю. А иногда просто вот палочкой землю вот как бы поварушу. Поварушу это по-кубански. А как правильно сказать? Взрыхлю. Во. И вот сейчас покажу, в чем тут прикол, как они у меня сидят. Растут они у меня немножко по-разному. Чичас, чичас. Ну вот, притащила я их на стол. И сейчас вам буду медленно, медленно, с чувством, с толком и расстановкой рассказывать про фараоны. А потом еще расскажу про Сансевьерию и Металлику. Тоже был вопрос. Значит, смотрите, когда мне первый, когда мой начал загинаться, тот фараон, которому было два года, я не знаю, почему вернусь к вопросу этому, не знаю, почему, но порассуждаю. Но вполне возможно, что ему не понравились мои условия в комнате. Может, не понравился грунт. Может, я не понравилась. Но мало ли, что ему там приобрело в голову. Но благо я знаю, где купить вот эти фараоны. И они мне очень нравятся. И когда тот стал загинаться, я тут же быстренько написала продавцам, тут же оплатила, и они мне отослали. Когда мне пришел вот этот фараон, я сначала даже засомневалась, что он фараон. Он, видите, вот он какой-то низенький. Какой-то вот кустик прямо. Вот какой-то он прям вот, вот прям кустик. Обычно палочки по-другому. Ух ты, ух ты. Ой, дочата, какое счастье. Я вместе с вами увидела. Погляньте. Раз. Ой. Раз. Два. А, боишься, зараза, что выкину и другой куплю? Три. Бойся, бойся. Их иногда надо пугать. Они же понимают. А может, наоборот их хвалить? Ну, в общем, я выписала вот этот и думаю, господи, он какой-то не такой. Ты какой-то не такой, ты, наверное, голубой, да? Был такой прикол. Ну, в общем, а сама подумала, ну и пусть, такого у меня нет. У меня целая коллекция ципирусов. Вот именно вот этот, это и есть фараон. Вот это. Ну, красавчик же, да, фараон. У меня, кстати, у меня есть видео, я же говорю, я когда приехала с Египта, там мне не удалось их увидеть, этих фараонов. На Нил и Рыку я не поехал. А, вот сейчас без вас не буду делать. Но привезла бумагу. Да что я буду рассказывать? Вдруг новичкам интересно и лень будет искать. Сейчас покажу. Ну, повторение же, твою мать, учение, да? Вот эта вот бумага, именно с вот этого папируса, именно с вот этого ципируса-папируса фараона делают вот эту бумагу. Причем делают, я в интернете смотрела, вот с вот этих стебельков. Вот их разрезают, размачивают, раскатывают. Светятский труд. Ну, ничего. Вот она, какая-то бумага. О-о-о-о. Вот эта печать. Ну, то, что не подделка. Господи, так и печать же можно подделать, да? Наивные люди. Я же тоже живу на юге и знаю, как дурить отдыхающих, из них деньги вытягивать. Ладно, это, кстати, календарь древнеегипетский. В общем, дальше идем. Выписала я вот этот и думаю, посажу-ка я тебя по-другому. Тот у меня рос, мой фараон, в закрытой системе. Этот я решила посадить именно в горшок с дырками. Давайте вместе смотреть. Так, где у меня там дырки? Вон они. Ух ты, там уже и корни пошли. Вот я его посадила в горшок с дырками и поливаю вот сюда. Вот лью. Грунт у меня там плодородный. Почему я так решила? Потому что в школе мы когда проходили Египет, Нил, и я помню, что говорили, что самые плодородные земли вдоль реки Нил. Думаю, раз они там плодородные, значит и мы тебе сделаем плодородную землю. Вот, с церапией нападала. Значит, здесь у меня универсальный грунт для цветов, плюс я добавляла биогумус. Ребята, вот кто-нибудь биогумус покупает в пакетах? Я как-то своей однокласснице сказала, говорю, покупаю биогумус, перебираю, смотрю его. Говорю, потому что там иногда червячки. Она, говорит, никогда не встречала. Я вот просто как-нибудь куплю биогумус, покажу вам. У меня часто встречаются в биогумусе именно земляные черви. Ну, не знаю, вот так было. Короче, вот так вот он у меня растет, именно этот цепирус. И видите, вот это вот уже у меня, он вырос. Я его получала, когда я его получала? Летом. И вот эти, естественно, уже у меня. Вот я их вот так вот делаю. Класс, да? Вот они, вот они. Вот этот у меня в таком содержании поливается с поддона. И то умудряюсь я его загноить. Я вот сейчас вот смотрю, земля заплесневела, и она сыренькая. Думаю, не, пока не буду ничего сюда лить. Пусть так постоит. Ой, ну это церапия, она везде. Везде. Вот очки не надо одевать, когда подходишь к цветам. Начинаешь холупать тут. В общем, у этого такое содержание. Этот цепирус тоже получила большим. Получила штуки три или четыре. У него были ветки. Еще вот я первый раз увидела, что у него вот эти вот колосочки. Причем это уже засохшие цветы. Видимо, тут уже были семена. Так, настраивайся. На хороший день, на хорошую работу, на хорошее настроение. Настроился? Во. Во. Ну, в общем. И здесь у меня вот тоже вот один, смотрите. Вот он подгнивает. Вот он подгнивает. Вот этот вот он. Ну, сейчас развернусь. Сама тут скачу, как. Вон он. Да елы-палы. Господи. Ладно. Вон он. Видите, подгнивает. Один у меня такой уже сгнил. Я его срезала, выкинула. Пыталась я вот из этих фараонов еще с прошлым цветком вырастить. Ничего у меня не получилось. Только от корня. Но я думаю, вот это подгнивает. Это тоже естественный процесс. И здесь у меня уже пошли новые. Вот смотрите. Вот один новенький. Вот второй новенький. Вот что вам хотела показать. Вот этот третий новенький. Растет он быстро. Видите, вот эти подпорочки. И он уже уперся в эту подпорочку. Я вот так его хоп-хоп. Вот этот тоже у меня точно так же был. Вот отсюда рос. Тоже вот эту подпорочку он меня. Прям я постоянно смотрела, чтобы он эту подпорочку не зацепился сюда. И дальше. Вот здесь грунт у меня теравита, в которой очень много торфа. И здесь у меня закрытая система. Я сейчас одной рукой не смогу вытащить. Сейчас я на секунду отключусь. Вытащу его и покажу, что у меня здесь. Здесь этот горшок у меня без дырочек. А это кашпу, естественно. Сейчас, сейчас. Ну вот смотрите. Господи, надо его же что-то пересаживать. Это даже не корни. Это какие-то прямо корнифища. Смотрите. Он уже... Так, либо завалю, либо покажу. Ну, везде эти корни. Вот это в закрытой системе. Даже не знаю, пересаживать его или нет. Вот как-то так. Вот как-то так. Они у меня растут. Ой! Вы обратили внимание, да? Ципирусом я дренаж не делаю. Ну, а нафиг им дренаж? Они живут, растут в болоте. Так, а тут еще, да? Вот это что же? Или это остатки роскоши? Нет, это остатки роскоши. Вон, два новеньких. Да и то счастье. Ох, какое счастье. Тоже холю лелею. Боюсь, что пропадут. Ну, как боюсь. Боюсь, боюсь. Это... Ну, что делать? Цветок неизвестный, доколе неизведанный. У девочек на Кубани, они растут прям возле прудиков. На улице. Там тоже они шикарные. Вот у них я это все и покупаю. Они мне высылают. На зиму они их затаскивают. Одна сказала, что она их на зиму вообще срезает, держит чуть-чуть в мокренькой земле и держит в подвале. Ну, у меня подвала нет. Ну, как-то тот, который у меня был, два года он у меня рос нормально на окне и все было как бы нормально. Так, сейчас расскажу про Сансевьерию Металлику. Знаете, боюсь даже вслух произнести, что я сегодня с памятью ничего не могу забыть. Ну, это же дело такое. Только скажу и сразу так это и будет. Сейчас бегу к Металлике. Вот, для начала покажу, где она у меня. Вон в углу. Это восточное окно спальни. Спрятала я его туда. Но оно хорошо видно повсюду. Вон оно у меня там стоит. В углу. Ой, фокусируйся. Фокус-фокус. Вон у меня детка. Сейчас я его вытащу. Андрей, детки. Я его вытащу и покажу, какие у меня вылазят детки. Потому что был вопрос, вылазят они беленькими или зелененькими. Сейчас посмотрим вместе. Ну, вот. Вот такой горшочек. Вот так сейчас снизу вверх покажу. Это они у меня покоцанные клещами. Давно, когда я еще не знала, что есть такая падла под названием клещ. Это я колечко надела, чтобы они не разваливались. Так. А вот это у меня был длинный-длинный и попорченный лист. Я его прям по форме листа вырезала, чтобы был красивый, а не обрубок. Вот. Вот такая у меня металлика. А еще хочу напомнить. Вот смотрите. Вот видите? Видимо, у продавца, или когда он шел в Россию откуда-то, они лежали в куче, и он прям с листа надавал корни. Я его когда покупала, тут прям корни вот так вот торчали. Ну, я их подчистила, и все. Нормально, да? Молодец. Ну, в общем, вот где она. Вот у меня детка этого года. Вот она. Вот она первая, показываю. Вот такая она. Такая, такая, такая. С обратной стороны она у меня. Ну, вот сразу вроде как беленькая. Ну, потом. Ну, все равно по ней видно. О, видите? Она бледная, но видно, что потемнеет, и полоски будут ярче. И вот вторая у меня детка лезет. Вот это обратная сторона медальки. Вот она. Вон там малышка. Это все от нее. Сажалось не листочком, а именно корнями. Вот листочком, вот канал зеленая жизнь посадила, и оно вылезло, у нее зеленое. Ну, я думаю, надо оставить этот зеленый и просто понаблюдать. И мне кажется, надо поставить на окно. Не под лампу, а на окно. Ну, это мое мнение. У меня, кстати, подсветок нигде нет. Ни подсветок, ни под Танек, ни под Наташек. И мне кажется, надо просто посмотреть. Так, он у меня шейник лежит, собачий, кошачий, чтоб никто нигде не гавкал. Ну, в общем, я, наверное, ответила на два вопроса, которые мне задавали девочки. Ладно, ребята, на этой красивенной ноте я заканчиваю сегодня свое видео. Сейчас еще сбегаю на рынок, но рыночное видео наверное завтра вам загружу. Чтобы вы эту сначала информацию перевалили, перевалили, переварили. А, вот у меня еще клоун. Вот, давайте вот так. Моя девочка. Ее зовут Хильда. Я все не знала, как ее назвать. А потом, когда уже заморочились с вот этой названием Хильда Винтера, я думаю, ну, тогда девочка будет Хильда. О, девочка Хильда у меня, клоунесса, вся в меня. В общем, на этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. и помните, что все будет хорошо. Я это точно знаю, потому что по-другому быть не может. и помните, что все не может. Продолжение следует...